Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Мы начинаем новое прохождение, посвященное квестовому моду к Скайриму, как вы уже поняли, это Ласт Драгон. Собственно, мы находимся в порту Виндхельма. У нас тут появляется на карте, собственно, две новых метки. Это вот корабль в пиратскую бухту и лагерь Северный Ветер. Я только посмотрел трейлеры и почитал описание к моду, собственно. Я давно за ним следил, но смотрел только трейлеры, чтобы не нарушать, собственно, завесу сюжета. Или лишь стимулировал свое любопытство. Мне подписчик спросил, буду ли я его проходить. Я вот залез, собственно, на сайт разработчиков, их русскую группу. Оказалось, что мод уже вышел, я как-то проворонил это. Ну, собственно, давайте попробуем его пройти. К сожалению, одна очень большая проблема, то, что хотя моды находятся на финальной или на предфинальной версии, возможны баги. Если будут критические баги, увы и ах, это прохождение свет не увидит. Ну да ладно, будем надеяться, что этого не будет. Собственно, появляется вот такая вот, твою мать, появляется вот такая вот локация. До свидания. Что-то вы какие-то крепкие, или мне показалось? Не активен. Нужно что-то. Да, печальная история. Нет справедливости в этом мире. Согласен. Полный пиздец. Давайте поболтаем вот с этим человеком. Капитан Квинн. Я слышал, что вы отправляетесь в пиратскую бухту. Не найдется ли для меня место? Что? Прости, парень, но мне сейчас не до этого. Чертовы прилипалы Ульфрика совсем обезумели. А в чем дело? Чем я могу помочь? Я не могу перевести тебя. Сколько же еще раз мне повторять это? Хотя, постой. Помочь? Что, дурачок, что ли? Откликайся адекватно на диалоги. Сколько это раз повторить мне? Прости. Кажется, я был немного груб. Но ведь моряку простительно, а тем более капитану. А нахуй с тобой? У меня десятки увольней, и ни один из них не выяснит, черт возьми, что происходит. Проклятые портовые власти Виндхельма не желают выпускать нас из порта. Ссылаются на контрабанду, но между нами раньше они всегда закрывали на это глаза. Какого же черта теперь они опустили юбки? Каждый день это простой, а простой это деньги и немалые. Опустили юбки? Если ты в состоянии помочь мне, пожалуйста, реши эту проблему как можно быстрее. И тогда добро пожаловать на борт. Я немного не понял этого. Наверняка это какой-то жерганизм или еще какая-то беда. Ладно, посмотрим, что я могу сделать. Ха, наш человек. Ты мне уже нравишься, но теперь о деле. Давай. Не знаю, что у тебя там за концы, но на твоем месте я бы для начала поговорил с капитаном стражи, который бродит недалеко отсюда. Может, удастся выяснить хоть что-то. Ты вроде их человек. А потом отправляйся к Эдварду, местному капитану порта. Он наверняка околачивается в какой-то прибрежной таверне, стараясь подцепить местных шлюх. Поговори с ним и узнай, чего, черт возьми, он хочет. Если понадобится, убеди. Интересная подача квеста. Что-то так аж Моровин напомнила. Квест есть? Есть. Нужно поговорить с капитаном порта. Указатель тоже есть. Куда идти? А, Винхер. Значит... Значит, наша цель очаги свеча, верно? Капитан? Это ты, Эдвард? Возможно. Смотря кто спрашивает. Я от капитана Квина. Ха, как будто старый черт не знает. Хитрая собака. Опять прикинулся невинной овечкой? Как это понимать? Делает вид, что не знает. Ха, горбатого могилы исправит. Я ведь предупреждал, что в следующий раз повышу налог. И повысил. Пусть уплатит пошлину, и тогда катится на своем корыте куда подальше. Я это говорил ему, твоим предшественникам и тебе говорю. Я не дурак. И знаю, сколько он имеет на контрабанде. Тем более сейчас, когда идет война. Да, мы любят платья и красивые шляпки. А людям Ульфрика постоянно необходим оружие и провиант. Мне нужны убедительные доводы, чтобы я прикрыл глаза. Добрый человек, война уже закончилась. Я бы мог тебя прирезать и, в принципе, всю вашу портовую и городскую стражу. Ну ладно, сколько ты хочешь. Ну, мы не жадные. 12 тысяч септимов. Блять, у меня, по-моему, даже столько нету. Что? Да за такие деньги я тебе... Эта сумма не обсуждается. О, как. Принесешь деньги, и тогда поговорим. У меня всего 16. Ты чё, хуел? Отдать капитану. 12 тысяч септимов. Твою мать. Ладно, надержи. Звать меня Ниц. Я повар в очи деле. Благодарю. А теперь проваливай, пока я не позвал стражу. Ты издеваешься? Ну и что? Если ты дал такую сумму, значит, твой капитан имеет гораздо больше. И у меня появилось ещё 12 тысяч поводов не отпускать его судно сейчас. Мне это надоело. Я могу просто убить тебя. Постой. Да не колечись ты так. Я же не сказал, что не отпущу. Просто мне нужна одна небольшая услуга. Дело даже не в деньгах. Мне доложили, что на судне капитана Квина скрывается дезертир. А ты знаешь, как сейчас важно, чтобы об этом трепались поменьше. Ну и что? К несчастью, когда мы, люди, обыскали судно, его уже не было. Поэтому мне и нужна твоя помощь. Что там за дезертир такой? Найди дезертира и избавься от него. Принесёшь его голову в качестве доказательства, и тогда капитан Квинн сможет отчалить сегодня же. Вот делать мне нехуй голову таскать. Ладно, где его искать? Ты мне уже нравишься. Он не мог убежать далеко от судна. Наверняка, он спрятался где-то в горах. Ну я понял уже где. Я посылал туда своих людей. Но ты ведь знаешь этих убыльней. Скорее всего, они, как обычно, отсиделись где-то в ближайшем трактире, а потом доложили, что ничего не нашли. Поверь ещё раз. И я жду. ОК. Дохранят тебя боги в битву, друг. Что здесь? Вообще ноль процентов. Ну это обидно, на самом деле. Невидимость. Но он меня и так не заметит. Ох ты, маленькая тварь. Я хочу свои деньги назад. Я хочу свои деньги назад. Мразь. Лучше пойду под обрублено. Ну давай. Не уйдёшь, живьям. Я смог вернуть свои деньги? Нет. Нет. Ну и ладно. Сука, 12 ебаных тысяч. Я гуляю по кварталу серы. Меня жаба задушит. Ладно. То есть мне нужно, по идее, сюда. Ну, давай. От этого. От корабля. Квеста дали. Нужно разыскать дезертира. Ну, собственно, указателя нет. Я бы не сказал, что это прям печально. Но похер. О. Подарок от королевы волчицы. Неплохо. На самом деле я не знаю, что делает вот этот кошель. Да ладно. Какая разница? А, мать дымок. Давай заглянем. Я не помню, что здесь. Ну, покажись. Вот она. Светящаяся пыль какая-то. Без понятия, что это вообще такое было. Алтарь аркея. Это место мне не знакомо, на самом деле. Ну, ладно. Я просто не помню его. Ведро. Тут, походу, он себе барашу устроил. Что ж там за дезертир такой. Прям, ладно, если бы там целый лагерь был или еще что-то. Но тут, судя по всему, что-то совершенно иное. Здорово. Не лучшее место для лагеря. Не холодно? А тебе какое дело? Проваливай. Ну, блин. Ну, ладно, я только заберу твою голову и уйду. Проклятие. Эдвард все-таки не успокоился. Зря я тешил себя иллюзией, что брат наконец забыл обо мне. Что ж, если такова воля Талоса. Давай, доставай. Доставай оружие. Голову я тебе как в Фоллауте не отрежу. Ну, да ладно. Что ж, теперь нужно вернуться к капитану. Опять загрузочный экран. Ну, ладно. Так, пробившись сквозь загрузочные экраны, мы снова здесь. Капитан. Я убил дезертира. А, вы слышали новость? Нет. Нор к северо-западу. Отсюда появился дракон. Судя по всему, это обычный скаримский квест. Ну, да ладно. Я убил дезертира. Покажи. Чё? Вправду его. Да? А почему ты не принес головы? Ты чё, дебил? Уговор есть уговор. Я отозму своих людей. Можешь передать Квину мои теплые поздравления. Скажи, что в следующий раз я не буду так добр. Сколько ты сдерёшь в следующий раз, мудак? Давай, ступай. Урожане называют меня капитаном, потому что в своё время я ходил в море. Ещё один, блядь. Одни, блядь, капитаны, честное слово. Где этот пиздёк? Да нормально. Опять? Сука. Мимо. Молодец, ты не кривушка. Ладно, пойдём. Я не думаю, что стоит заходить в этот дом. Пойдём, найдём капитана. А ты как туда залез вообще? Неважно. Где капитан? Ёба. Не? Ну, не скажешь. Нет. Значит, всё-таки где-то в том доме. А вот он, ёпт. Ты где прятался? Всё готово, можем отправляться. А, я знал, что ты всё решишь. 12 тысяч — это пыль для контрабандиста. Этот идиот опять продешевил. У тебя талант. Блядь. Правда, я немного удивился, что ты сразу выложишь 12 тысяч септимов. По тебе и не скажешь. Ну ладно, хватит трепаться. Отправляйся в свою каюту. Нас ждёт долгое путешествие. Я готов. Добро пожаловать на борт. Оба-на. Капитан. Слышь, капитан. Чё-то у того кораблика осанка слишком низкая. Капитан, ёбаный в рот. Ты чё меня тут бросил? Эта история началась задолго до нашего рождения. В землях, нынче покрытых пеплом и смогом, где когда-то давно, мечтали обрести дом два враждующих народа. После тяжёлых переговоров, король Думак и Нарвар заключали мир. Под сводами, в присутствии гостей и советников, они скрепили свой союз рукопожатием и пепломью. Этот союз должен был ознаменовать начало новой главы в истории двух народов. Начало новой эры. Но не всем он пришёлся по душе. Роркины отвернулись от Мака и покинули Вандерфелл. Скидальцы, лишённые родиной племя, гонимые с севера, они отправились на поиски собственной судьбы, пока боги указали им путь. Вечерний небосвод озарила звезда, за которой и последовал Родвин. Уставшие и из них но крепкие как камень и окрылённые надежды Роркины, пробирались через весь Дабриэль. Они шли до тех пор, пока звезда не погасла, оставив этот могущественный клан наедине с бескрайними барханами Хаммерфелла. Род дорого заплатил за эти дикейсы но после стольких лет скитаний его народ наконец обрёл дом. Багованный кусок дерьма! Я надеюсь, вам было видно заставку, потому что у меня не было ничего, кроме чёрного экрана. Ладно. Сука. Отличная погодка, не правда ли? Мы прибыли? Да, наслаждайся атмосферой. Заебись. Спасибо. Ключ в пропитанный морской... Что, блядь? Расскажи мне об этом месте. Ты шутишь? Да ты в одной из самых знаменитых пиратских бухт. Каждый день к нам приезжают моряки со всего Тамриэля. Мне так насрать, блядь. Неужели ты серьёзно? Сразу видно, что ты сухопутная крыса. Но ничего, тебе у нас понравится. Эти ебало порежу. Есть цель, женщина и, самое главное, пьяные драки. Пьяные драки, это я поддерживаю. Хорошо. Хорошо. Расскажи о других капитанах. Каждый капитан, который приезжает сюда, чтит кодекс. О, кодекс. Если ты его нарушаешь, не жди одобрения. Да? Ну ладно. Хуй с тобой, золотая рыбка. Ты кто? Что с тобой? Да ничего хорошего. Я приплыла сюда открыть своё дело, а меня обокрали. Бывает. И теперь я не могу не вернуться обратно, не открыть свою лавку. Могу я помочь? Разве что у тебя будет куча денег. Эту сумму я копила долгие годы, поэтому у тебя вряд ли будет столько монет. Сколько? Тем более я перестала верить в добрых незнакомцев и ещё девочкой. Так сколько? Тысяча септимов. Тю. Держи. Что? Ты вот так просто дашь мне столько денег? Да. Вряд ли я смогу отплатить тебе за твою щедрость. Это подозрительно. Но дарённому коню в зубы не смотрят. Благодарю, незнакомец. Я открою лавку на местном рынке. Приходи. Может быть я смогу тебя как-то отблагодарить. Ну давай, удачки. Не вопрос. Блин. Чё, издеваешься? Я прошёл круг алчности. А ты кто? Друзей много не бывает. Что за место? Это жилище моего товара. В жилище товара? Да. Риеклинга. Он очень послушный и уверяю тебя, он в состоянии набить морду каждому, кто будет его доставать. Что-то у тебя с головой не так. Не стоит всего ничего. Тысяча септимов и он твой. Да нахуй он мне не сдался. Блин. Отлично. Держи ключ от этой хижины. Вот мразь, но. Надеюсь, этот Риеклинг принесёт тебе больше пользы, чем проблем. Ой, ладно. Давай уже. Я так понял, диалоги тут просто так не заканчиваются, да? Привет. Какая от тебя польза? Джоффри умеет драться. Джоффри любит искать штуки. Джоффри? Очень полезные штуки. Ну ладно. Где ты научился говорить? Джоффри любит искать штуки. Понятно. Ты говоришь о пиратах? Да. Пираты тупые члове. Да. Озвучка. Угу. Замечательно. Ладно. Расскажи о себе. Джоффри любит искать штуки. А ты великий члове. Джоффри любит великого члове. Члове. Прикольно. Сука, да. Сука, да. Члове. Это. Чел. Чел. Чела. Человек. Да. Чела. Ме. А, сука. Хе-хе-хе-хе. Он мне нравится. Пойдем. Ты пойдешь со мной? Жеваный крот, пошли. Следуй за мной. Ладно. Ты кузнец, да? Моя. Моя. Это матрос. Можество тайн. Блё, какая у тебя борода-то прикольная. Ебануца. Ладно. Будешь моим новым лучшим другом. Давно ты тут кузнец? Относительно. Но я вообще не жалею, что поселился здесь. Ты даже не представляешь, какое количество пиратов делают у меня заказы. Ох, а сколько септимов они платят. Короче, не жалуюсь. Если хочешь, и тебе что-то сделаем. Да... Да жопы. Бегущий по волнам. Ага. Чертовски хороший меч из чертовски редкого металла. Буквально перед штурмом бухты он принес мне странный минерал. Я понял, что это достойный вызов моим навыкам. Ни одну ночь я потратил, чтобы выковать его. Но результат был отлично. То есть я, может быть, что-то провтыкал, но тут... Ладно. Есть ли хорошее снаряжение? Конечно. А лучшая сталь и самые крепкие клинки. Ой, бля, это лучшая сталь. Что ты меня наёбываешь, как обычно, да? Меч потери. Драконию кость уже продаёт. Хотя, в принципе... Ну, не должен. Ну, ладно. Элитная сабля. О, как. Ну, моделька, конечно... Такая себе. Сколько хочешь? Штуку? Нет, спасибо. Что скажешь о местных капитанах? Да ничего. Только Грегор. Он ещё тот лис. Представляешь, контрабандистов чистил контрабандистов. Ха! Шикарно. Да ещё лучший мечник здесь. О, лучший мечник. Грегор, значит. Ладно. Матрос. Моря любит храбрецов. Капитан Мерсер. Ты выглядишь обеспокоенным. Могу тебе помочь. А как ещё... Выглядеть отцу, потерявшему своего сына? О, пистолеты. У меня ведь даже нет возможности... Забрать его тело. Я могу помочь. Ха! Герой в пиратской бухте? И что ж ты просишь замен, герой? Я не богат. Обощенок золота у меня в подвале не завалялся. Я помогу тебе на халяву. Помочь? Тысяча чертей. Похоже, жизнь никогда не перестанет удивлять старика. Постой. Мне действительно нужна помощь. Ты выглядишь достаточно сумасшедшим, чтобы пойти на это дело. Поэтому, я думаю, ты мне пригодишься. Здесь, недалеко, есть город Винскар на острове Нирн. Честное слово, убогий городишко. Эти дураки всё ещё пытаются найти сокровища каверцев. Но не в этом дело. Там есть мой старый знакомый, капитан Хьюз. Найди его и спроси, почему, чёрт возьми, он до сих пор не доставил мне припасы. Время не терпит. Я думал, ты попросишь меня заняться твоим сыном. Ладно, хер с тобой, золотая рыбка. Остров, блядь. Остров сирен. Капитаном Хьюзом. Вы чё, издеваетесь? Вообще никаких маркеров. Матерь божья. Ну, это по-дебильному. Я просто потеряюсь, где какие квесты. И, кстати, этот мудак не дал мне квеста, поэтому, если я про него забуду, то так и будет. Смотрите, чёрный рынок. У меня две тысячи. Капитан Хьюз. Что тебе нужно? Капитан Хьюз. Море таит в себе множество тайн. Чё это, Барк? Почему ты тут один? Я? Да так, загоряю. Отличная погода. Дебил, что ли? Тебе нужна помощь? Мне действительно нужна помощь. Я разорён. И у меня нет денег даже на еду. Проклятый шторм. Попутал мне все карты. Человек решает, а боги располагают. Единственное, что у меня осталось, это судно. Но, к сожалению, я не могу питаться одной древесиной. Не хочешь купить корабль? Сколько? Судно. Всё очень просто. Ты даёшь мне четыре тысячи септимов. А взамен получаешь отличный корабль и опытного моряка. По рукам... У меня две тысячи. А какой мне прок от твоего судна? Я смогу доставить тебя в любой порт Скайрима. А в свободное время буду торговать и давать определённый процент от сделок. Интересно. Я подумаю. Хорошо. Я буду здесь. Сука, бабла вообще нету. Аааа... Ладно. Не страшно. Не страшно. Я прошёл план Мала Габала. А безденежье это не такая уж и большая проблема. Красная лампа. Следи за собой. Если хочешь выйти отсюда целым. Банор. Следи за собой. Ясно. Если хочешь выйти отсюда целым. Это замечательное место. Как будто я в утробе матери. Шакалы. Что расскажешь? Я повидал множество эльфеек. Но Накора она стоит каждой монеты. Кто такая Накора? Что ещё? Ты здесь впервые? Ха-ха. Советую начать с даммерши. Она гораздо опытнее своего возраста. Это бордель. Ладно. Что ещё? Ради этого стоило становиться пиратом. Ладно. Хоть с тобой золотая рыбка. Ну. Интересный фонарик. Определённо этот фонарик мне нравится. Это замечательное место. Как будто я в утробе матери. Как жизнь? Не жалуюсь. Но ты ведь здесь не для того, чтобы говорить обо мне. Не правда ли? Вообще-то только ради этого. Игнес. Что расскажешь об этом месте? Мы заботимся о наших клиентах, исполняя любые желания. Как ты страшная, блядь. И, конечно, в пределах разумного. Что значит в пределах разумного? Ты портовая шлюха. Ладно, пойдём. Следи за собой. И если хочешь выйти отсюда целым. Нет, спасибо. Я вашими условиями пользоваться не буду. Так. Кто у нас здесь? А ты ничего. Расскажи о себе. Местные называют меня фиалкой. Страшила. Пошли со мной. И тогда узнаешь, почему. Нет. Спасибо. Я даже разговаривать с тобой не буду. Да. Привет. Давно ты тут? Раньше я работала в столице. Но теперь это не самое лучшее место на земле. Ладно. Пойдём отсюда вам. Обычный портовый бордель. Это замечательное место. Мне определённо нравится это место. Так. Давайте-ка откроем карту. Ебать. Но я всё ещё в Скайриме. Так. Мы можем вернуться в Скайрим через эту лодку. Давайте посмотрим, что тут ещё есть. Матрос. Матрос. Это что за дом? Дом старого Джека. Ты старый Джек, да? Говорят, у тебя есть интересные товары. Конечно. Но это варь твой товар. Интересно. Так. Пока вижу только алхимию, зелья лечения. Тут мычки не нужны. Яды. Яды. Не знаю. Возьму. Может пригодится. О! Сопротивление. Давай. Всё? Да, не очень у тебя много всего. Сопротивление электричества ещё возьмём. Да и хватит, я думаю. Пабла нет? 1300. Шикарно. Тебя тут заночевать можно? Да, можно. Что ж, дорогие друзья. Давайте-ка, пожалуй, на этом и закончим первую серию. Мы попали в пиратскую бухту. И это место мне нравится. Определённо нравится. Сразу видно, ну... Незавершённость проекта, так скажем. Да? Нету глобальной карты. И... Вот квесты какие-то, сука, лаганные. Ну... Надеюсь. Надеюсь. То есть, ничего не сломано изначально. Да? Надеюсь, его всё-таки можно пройти. Что ж, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. С вами был Марс. Сегодня мы начали прохождение нового квестового мода. Я повторюсь. The Last Dragon. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok